Не можете влезть в джинсы своей мечты? Усиленный экспресс-комплекс упражнений от олимпийской чемпионки по фехтованию Ольги Харлан поможет вам осуществить эту мечту буквально за две недели. Встречайте мою гостю, а еще нашу зрительницу Аню. Я сейчас объясню, почему она с нами. Анечка, давай сперва о боли поговорим, потому что, конечно, для нас большая честь приветствовать нашу гордость, гордость украинского спорта. Ольга Харлан закохалася у фехтования еще в 10 лет, когда ее впервые привел на тренинг Хрещений. Вже через 4 лет она получила название мастера спорта международного класса, завоевавши бронзу на чемпионате Европы. А еще немного назад Ольга стала владельцем численных сребных и золотых медалей. На сегодняшний олимпиаде в Рио Ольга принесла украинской сборной бронзу и сребную медали. Наразі спортсменка є чемпионкою Европы та другою шаблею світу. Раньше у тебя уже была золотая олимпийская медаль. В этом году ты порадовала серебром и бронзой вместе с командой. Мы гордимся, радуемся. Спасибо. Сколько часов тебе приходилось тренироваться перед поездкой в Рио, перед Олимпиадой? По шесть, по семь часов в день. Шесть раз в неделю. А вот теперь нам с Аней становится немножко страшновато. Вы понимаете, с кем мы будем тренироваться? Вернемся к нашей всеобщей проблеме. Джинсы, в которые невозможно влезть. Ну, наверняка, каждая женщина, или почти каждая, сталкивалась с тем, что модель джинсов, которая очень нравится в магазине, или та, которая уже есть дома, любимые джинсы, вдруг категорически не налазит на попу и ноги. Джинсы стали малы. Я попросила наших зрительниц, если у них есть такая проблема, не просто о ней написать, но и прислать свою фотографию. Среди прочих была Аня, и я решила именно Анечку пригласить сегодня в гости. Ань, рассказывай. Дело в том, что очень люблю высокие и узкие джинсы. Но выгляжу я в них, ну, грубо говоря, не очень. Даже сестра говорит, что у меня ножки на курочку похожи. Ой, прелестно. И когда снимаю, у меня красные полоски на ногах. То есть в магазине я меряю свои же, свой размер, но я в них не влажаю. Тем более идет зима, я их точно не натяну никак. Очень хотелось бы. Немножко объемчик нужно убрать на ножках. Я вот обратилась. Я подготовила небольшой усиленный комплекс упражнений, который поможет вам избавиться от 2-3 сантиметров за всего лишь две недели. Это быстрая, эффективная тренировка. И она занимает буквально 5 минут. Ее просто нужно делать минимум 4 раза в неделю. Довольно просто. И очень интенсивно. Я так понимаю, что поскольку тренировка усиленная, то придется нам нелегко, чтобы за эти 5 минут уже достичь цели в будущем. А есть ли противопоказания? Кому не стоит выполнять эти упражнения? Да, есть. Их немного. От этих упражнений стоит воздержаться тем людям, которые страдают гипертонией, варикозным расширением вен, заболеванием сердца и также заболеванием суставов. Также не стоит делать людям, которые страдают травмами аппаратно-двигательного аппарата, инфекционными заболеваниями и температурой. Ну, я думаю, Анечка, нет противопоказаний? Все хорошо. Можем начинать? Да. Ань, ты когда-нибудь раньше с олимпийской чемпионкой тренера? Ни разу. И я. И такая честь. Олечка, ну у тебя ножки прям такие. Такие ножки. Да, это гора мышц. Специфика нашего спорта. Спорта, да? Конечно. Почему мне довольно легко делать эти упражнения? Потому что мы... Потому что это все мышечная масса. Да, мы двигаемся, да, полусогнутых на полусогнутых, да и... То есть у нас все фехтование в этом. Поэтому мне как бы легко это делать. И, кстати, фехтование очень полезно для попы и для ног. Ну что, мы начнем с глубокого приседания в плие. Ноги шире, чем наши плечи. Желательно присесть, чтобы у нас ноги были на 90 градусов. И колени не заходили за носки. То есть нужно следить за этим и держать плечи, спину ровно. И мы в этот момент поднимаемся на носки. Вот, вот такое вот положение. Это упражнение желательно делать 18 раз. Да, мы делаем ниже, Аня. Ничего. Это первые разы сложно. На самом деле это не так уж сложно, если этим заниматься регулярно. Правильно? Отлично. 18? То есть это только для взрослых? Но вообще для первого раза 18 сахаром не покажутся, да, Анячка? Нет. Сложное упражнение. Но я думаю, на будущее будет легче. Следующее у нас упражнение интенсивное. Мы будем чуть попрыгать. Становимся в плие. Чуть ниже. Но при этом мы подпрыгиваем и делаем ноги накрест. И вот так. И опять сидимся. При этом мы руки ложим на колени. Это кому хочется попроще. А кому хочется чуть-чуть усложнить, то мы при прыжке соединяем руки в замок. Вдох. Выдох. Это упражнение делаем 22 раза. И в этом упражнении у нас задействованы внутренняя и внешняя поверхность бедра. Также и кроножные мышцы. Следующее упражнение называется у нас foot fire. Ты будешь нас поджигать. На переводе на наш язык это огненные ножки. То есть мы чуть подсаживаемся. На спортивном языке это еще называют дриблинг. То есть мы делаем ускорение на месте. Это вот так вот. Ой, как у тебя классно получается. Да, у нас это быстро, но сейчас мы попробуем вместе. Мы обязательно должны держать спину ровно, чуть-чуть подсесть на ноги и работать руками. Как будто мы бежим на месте. Обязательно. И поднимать выше ножки. Покажай. Какие-то зайцы. Ого, Аня, как красиво ты. Отлично. Оптимальное для тебя упражнение. Оптимальное это упражнение делать где-то 30 секунд. Но кто как может. Если вы можете минуту, то это отлично. Сердце аж в голове уже, да? И не только ножки. Да, так будет. У нас зависит на все мышцы, как при беге, в принципе. Вообще бег для меня это мое нелюбимое упражнение, но для тела оно самое полезное. Следующее упражнение у нас называется велосипед. Мы, наверное, встанем чуть-чуть боком. Давайте поднимем левую ножку. И мы будем двигать эту ножку вот так вот. Как будто мы крутим педаль. Мы 18 раз делаем на одну ногу, 18 на другую. Ой, елка в пол. Или как конь педальный. Теперь можно поменять ножки и попробовать это на другую ногу. Раз. Раз. В этом упражнении очень хорошо, очень хорошо задействована ягодичная мышца. И, конечно же, внешняя часть бедра. Я скоро в твои джинсы влезу, Женя. Желательно делать упражнение 18 раз на каждую ногу. Дальше у нас выпады. Мои любимые фехтовальные выпады. Ну, не совсем фехтовальные. Мы, кстати, на каждой тренировке делаем это. То есть 7 часов в день я тренируюсь. Ну, и где-то часа 4 я делаю выпады, так как я пехтую постоянно. Вот, поэтому для меня это упражнение привычно, для моих ног. Для вас я попытаюсь объяснить это. Мы становимся на такой вот выпад. Правую ножку вперед. Опускаемся. Желательно колено не ложить на пол. Сейчас мы поднимаем левую ногу и дотрагиваемся, ну, кто сможет, до груди. Ну, кто не сможет, можно вот так вот. Аня сможет. Грудь поможет. И возвращаемся в исходное положение. И поехали еще раз. Что там, Женя? Да занимаюсь же с вами. Давайте попробуем на другую ногу. Давайте, поехали. Тут еще как-то тяжело устойчивость сохранять. Конечно, здесь баланс нужно держать. Задействован баланс очень сильно. И, конечно же, пресс. Держите пресс. Держите пресс, я вас очень прошу. То есть, тут задействована, опять же, наша попа, наши ножки, наши икры. Ну, и руки, как вы заметили. Обязательно нужно держать руки. Это для задней части бедра, чтобы наш бицепс бедра проработал все очень хорошо. И, конечно же, для внешней части бедра. Это упражнение 18 раз. На каждую ногу. Ну, а по желанию, кто захочет, делать еще один подход фут фаер. Ну, то есть, это опять же, давайте еще раз сделаем. Ну, любимый. Давайте. Давайте попробуем. Поехали. Все. Что же вы нам не аплодируете? Надя, ты догнала вчерашний день. А у тебя есть какие-то специальные ритуалы, может быть, суеверия, связанные с соревнованиями, как у многих спортсменов? Да, спортсмены немного суеверные. Да. Поэтому мы не рассказываем об этом. Что же я? На что же я рассчитывала? Нет, я понимала, что ты не расскажешь, что именно. Там, футболка какая-то своя. Но у меня есть вещи, которые я никогда, например, не снимаю. Там, кольцо, цепочки, которые я там ношу постоянно. И они со мной в соревнованиях должны быть. И если их нет, ну, я как-то себя неловко чувствую. Поэтому вот такое суеверие. Ну, как тренировка, Ань? Класс. Очень понравилась. Я так понимаю, она очень эффективная. Угу. Чувствую по себе. Но только если ты будешь делать 4 раза в неделю, как сказала Оля. По 18 раз. Да, да, да. Обещаешь? Да, обещаю. Потому что я хочу влезть в свои джинсы. И через 2 недели это обязательно случится. До свидания. До свидания. Субтитры подогнал «Симон»!